Чашка кофе Чашка кофе Чашка кофе А не чашка Но вы сознательно выбрали лучшие чашки А затем разглядывали кому какая чашка досталась А теперь подумайте Жизнь это кофе А работа, деньги, положение общества это чашки Это всего лишь инструменты для поддержания и содержания жизни То какую чашку мы имеем Не определяет и не меняет качество нашей жизни Иногда, концентрируясь только на чашке Мы забываем насладиться вкусом самого кофе И наиболее счастливые люди Это не те, которые имеют все самое лучшее А те, которые извлекают все самое лучшее из того, что имеют Стакан воды В начале урока профессор поднял стакан с небольшим количеством воды Он держал этот стакан, пока все студенты не обратили на него внимания А затем спросил Сколько по-вашему весит этот стакан? 50 грамм? 100 грамм? 125 грамм? Предполагали студенты Я и сам не знаю Продолжил профессор Чтобы узнать это, нужно будет его взвесить Но вопрос в другом Что будет, если я подержу так стакан в течение нескольких минут? Ничего Ответили студенты Хорошо А что будет, если я подержу этот стакан в течение часа? Снова спросил профессор У вас заболит рука Ответил один из студентов Так А что будет, если я таким образом продержу стакан целый день? Ваша рука окаменеет Вы почувствуете сильное напряжение в мышцах И даже вам может парализовать руку И придется отправить вас в больницу Сказал студент под всеобщий смех аудитории Очень хорошо Невозмутимо продолжал профессор Однако изменится ли вес стакана в течение этого времени? Нет, был ответ Тогда откуда появилась боль в плече и напряжение в мышцах? Студенты были удивлены и обескуражены Что мне нужно сделать, чтобы избавиться от боли? Спросил профессор Опустить стакан Последовал ответ из аудитории Вот! Воскликнул профессор Точно так же происходит и с жизненными неудачами Будете держать их в голове несколько минут Это нормально Будете думать о них много времени Начнете испытывать боль А если будете продолжать думать об этом долгое продолжительное время То это начнет парализовывать вас То есть вы не сможете ничем другим заниматься Важно обдумать ситуацию и сделать выводы Но еще важнее отпустить эту неудачу от себя в конце каждого дня Перед тем, как вы идете спать И таким образом вы без напряжения каждое утро Сможете просыпаться свежими, бодрыми И готовыми справиться с новыми жизненными ситуациями Морковь, яйцо и кофе Однажды к отцу пришла дочь, молодая женщина И с грустью сказала Папа, я так устала от всего У меня постоянные трудности на работе и в личной жизни Уже просто нет сил Как справляться со всем этим? Отец отвечает Давай я тебе покажу Он ставит на плиту три кастрюли с водой И приносит морковь, яйцо и кофе Опускает каждый ингредиент в отдельную кастрюлю Через несколько минут выключает плиту И спрашивает дочь Что стало с ними? Ну, морковь и яйцо сварились А кофе растворился Отвечает девушка Правильно, говорит отец Но если мы посмотрим глубже То окажется, что морковь, которая была твердой После кипятка стала мягкой и податливой Яйцо, которое раньше было хрупким и жидким Стало твердым Внешне они остались такими же Но внутренне изменились под воздействием Одинаковой враждебной среды Кипятка То же происходит и с людьми Сильные внешне люди могут расклеиться И стать слабаками там, где хрупкие и нежные Лишь затвердеют и окрепнут А как же кофе? Удивленно спросила она О, кофе это самое интересное Он полностью растворился в агрессивной среде И изменил ее Превратил кипяток в чудесный ароматный напиток Есть люди, которых не могут изменить обстоятельства Они сами изменяют их и превращают в нечто новое Извлекая для себя пользу и знания из любой ситуации Кем стать в трудной ситуации? Выбор каждого Спасибо за просмотр! Если вам понравилась данная рубрика Поделитесь этим видео с друзьями Подпишитесь на наш канал Инстардинг И обязательно поставьте лайк Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok